В общем, решили мы вернуться в этот дом. Чё, думаешь, что это там идеально будет поставить камеру? Это да. Давай, может, я туда один слезу? Давай. Вот туда как пролезть. Туда я не могу залезть. Ты почему здесь? Я не смог там пролезть. То есть, помимо шагов, ты слышал, как реально такой... Как будто с клюкой ходит. Смотри-ка. Видишь? Смотри. Чё? Иди сюда. Шторы у печи, которые ты скинул, трясётся. Ребят, уже готовимся к следующей ночи. Это уже будет четвёртая ночь в доме ведьмы. Решили взять нашу тачку. Она не один раз нас выручала. Припрепим сейчас к ней камеру. Фонарь. Чтобы опуститься под пол, куда Тёмыч не смог пролезть. И посмотреть вообще, что там происходит. Это будет самое лучшее решение. Чтобы добраться даже до самых сокровенных мест, где мы физически, Тём, с тобой бы не залезли. И где камеры, которые сейчас там установлены, точно ничего не смогут просмотреть как-то и нам подсказать вообще, куда дальше двигаться. Там теоретически даже за этими столбами может быть что-то находиться, что-то мелкое. Куда я, ну, чисто физически не мог залезть или это было слишком опасно туда лезть. Блин, тем более реально. Ты говоришь, что ты что-то слышал. Что-то типа шороха или что-то такое. Там есть что-то. Просто нужно это проглядеть. Да там вообще было стрёмно. Я даже не знаю, как я смог с этим справиться, если честно, Диман. Я сам не представляю, как ты вообще осмелился туда залезть. Но сам факт, что сейчас это нас точно вырутит, Тём. Да, это точно. Так, крепим. Идея очень проста. Прикрепить фонарь, камеру, также к ней подключиться. Дистанции пульта, чтобы приёмник ловил, будет достаточно, чтобы всё это вывести на пульт. Так, у нас есть фонари, есть камера. Камера у тебя, наверное, да? Да. Сейчас, наверное, как корку надену. Будем крепиться. Скоро наступит ночь уже. Будем действовать. Ну, днём, опять-таки, ничего не происходит, как обычно, в принципе. Мы уже сколько здесь не были. Весь вот этот трэш, как и говорил хозяин, ну, как хозяин, новый хозяин, выкупленного вот этого дома ведьмы, всё начинается, вся жесть начинается именно ночью. Так, холодновато. Давай, 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 шапку. Будем сейчас крепить. И после этого есть ещё-ещё небольшая идейка. Давай, пока не стемнело, в ту дырку заглянем. Всё-таки возьмём эту лестницу и попробуем забрасывать. Ну и на крайняк давай. Мало ли, крышу не выдержит. Я один залезу, ты просто камеру мне подай. Ну ладно, к этому сейчас вернёмся. Тогда дай камеру, пожалуйста, маленькую. Будем крепиться. Опять же, картинку сейчас поймаем. Я надеюсь, Тём, нам получится увидеть то, что физически мы сами не можем увидеть. Давай. Обвязываем. Давай, может, фонарь сюда сразу засунем тоже, чтобы его прижать. Давай просто. Как-нибудь так, чтобы на кнопку можно было нажать потом. Да, так же давай. Главное, чтобы засветов не было. Может, вывести её за камеру, как ты считаешь? Давай немножечко сюда. Давай вот сюда. Всё, нормально. Блин, я не знаю. Это очень крипово. Вот это всё проглядывание, которое у нас будет. Это реально очень жёстко. Ещё давай моток. Потому что я там когда был, я думаю, она там может на чём-нибудь подпрыгнуть. И главное, чтобы камера не выпала оттуда. Это будет, ну и обидно. Всё, достаточно крепко. Ну всё, машина готова. Всё, просто дупо. Ждём ночь с этого, ребят. Начнём именно с погружения в подпол. Ну а сейчас пойдём за лестницу. Чё, думаешь, вообще стоит? Я думаю, да. Волны как-то это ещё и там связаны. Ну и интересно посмотреть ещё, считай, дополнительное место, где бы не были. Ну вообще, сейчас стало немножко потеплее. То есть снег подтаял. И я думаю, на крыше он будет не такой скользкий, как вот в тот день, когда мы не рискнули туда залазить. Подможешь? Да. Стой. Подожди, а на вид? О, отошла. Давай, только аккуратнее смотри. Да, да, да. Давай, я сейчас максимально куда-то. Давай. Сможешь? Да, 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 да. Я тогда снимать буду, Диман. Давай, давай, давай. Я дотащу её. Чё, тяжёлая? Ну она такая. Я бы сказал, в неё молния. Опа. Ехо. Да, конечно. Она не достаёт. Я вижу, придётся так. Не, не, погоди. Какая-то туфта. Может, ты её вон туда упрёшь, смотри. Куда? Вон где два вот этих масла, чтобы она на два уперлась. Она по ширине не пройдёт. Думаешь? Да, мне удобнее будет здесь залезть. Давай, придерживай лестницу, я полез и камеру потом подашь. Давай, ладно. Ты смотри, если там не получится залезть, то скажи. Не путь скользковато. Скользко, да? Да. Есть смысл? Да. Ну куда? Давай мне камеру. Можете экшнку дать? Ну давай, вместе с фонарём желательно. Так, ну всё, я на крыше. Камера есть, фонарь есть. Всё, я тогда погнал. Давай, Димон. Тут очень скользко. Аккуратней только. Да. Надеюсь, крыше не проложится. Кстати, тут какие-то следы. Видите? Да не, наверное, просто кошка. Тут какие-то следы. Да. Да они как кошачьи, наверное. Не думаю то, что что-то связано с этой ведьмой. Понял. Так, ладно. Вот это жуть. Вот это жуть. Какое огромное помещение. Там очень большое помещение. Я, наверное, пойду вовнутрь. Серьёзно? Там жесть что творится. Может быть не надо? Да пока ещё не ночь, я думаю, всё спокойно будет. А там потолок не провалится, ничего. Я буду максимально аккуратно ходить по балкам. Ну ладно. Так, главное сейчас пролезть. Просто здесь вот эта антенна. Не знаю. Так, ладно. Пойдём. Так, мы внутри. Ну и жесть. Какое огромное помещение. Я очень надеюсь, что это всё не обрушится. Вот, проглядывается доска. Буду ходить по ней. Чё здесь? Нет. Здесь ничего. Вон там тоже дверца. Верхушка печь. Похоже, или... Да, труба. Вот она, изогнутая идёт. Стульчики здесь непонятные. Всё это держится. Блин, под ногами. Я не знаю, такое всё мягкое. Возможно, это из-за опилок. Смотрите, как она движется. Не знаю, камера передаётся или нет. Он как... Очень мягкий пол. Ну, я надеюсь, это именно из-за опилок. А не из-за того, что что-то может здесь обрушиться. Эти звуки. Это что такое? Какой-то счётчик, наверное, как раз, который идёт в дом. Ладно. Здесь всё максимально неустойчиво. Нет, ничего. Ничего. Но на всякий случай надо было осмотреть эту местность от лопаты. Потому что нужно знать всё в доме, чтобы быть полностью подкованным к любой неприятности и к любой неожиданной ситуации в любой момент. Ладно. Всё. Тёмчина, я запереживал уже. Я иду! Ну чё, как там? Сейчас, секунда. Огромное помещение. Но ничего такого нет. Ничего? Нет. Поэтому всё. Нужно было это проверить. Правильно сделали то, что пошли туда. В любом случае, нужно быть под комнат со всех сторон. Я думаю, Тём, всё, остаётся ждать ночь и уже с тачкой осматривать этот подпол, куда именно. И, походу, она и ушла. Понятно. Ладно, спускайся. Как слезешь-то? Ребят, совсем скоро наступит Новый год. А это значит, что пришло время подбирать топовые подарки не только себе, но и всем своим родным и близким. Поэтому мы хотим вам порекомендовать офигенные световые мечи. Да, совсем как из фильма «Звёздные войны». Это же на самом деле очень круто. И этот подарок понравится не только истинным фанатам этого фильма, но и вообще всем. И сейчас я расскажу вам почему. Дуэльный световой меч из магазина «Арксейберс» имеет прочное лезвие и металлическую рукоять. То есть меч действительно выглядит, как настоящий меч из фильма. У меча можно менять просто огромное количество цветов, сотни вариантов. А звуковые и световые эффекты дадут почувствовать себя настоящим джедаем или ситхом. Наверняка у вас возникает вопрос, а почему этот световой меч называется дуэльным? Да всё потому, что его ударопрочный клинок сделан из поликарбоната. Поэтому с этим мечом можно свободно выступать на сцене и даже устраивать дуэли. Световой меч будет отлично смотреться в интерьере. С ним можно выучить эффектные трюки и потом показывать друзьям. И даже получить крутые фотки, сделать себе крутую аватарку. В общем, можно делать всё, что угодно. Ходить на фестивали и даже снять эпический ролик. А ещё лучше, если вы найдёте второго человека с таким мечом и устроите просто легендарную дуэль. Если у вас есть друг, который также заинтересуется этим подарком, то идеальным решением будет подарить на Новый год друг другу такие мечи и вам всегда будет с кем посражаться. Успеть заказать себе световой меч, пока он есть в наличии. Ребят, не забывайте о том, что скоро Новый год и товар заканчивается очень быстро. А доставка осуществляется по всей России с дэхом через 3, ну максимум 7 дней. А если вы живёте в Москве, то вы получите световой меч прямо в день заказа, ну максимум на следующий. А теперь крутейшая новость чисто для наших подписчиков. Наш промокод ZEBRA1000 даст вам скидку 1000 рублей на совершенно любой меч. Выбирайте его по своему вкусу или по вкусу своего друга, которому вы хотите сделать новогодний подарок. Не забудьте воспользоваться нашим промокодом. А по ссылке в описании вы сможете выбрать свой световой меч. Не стесняйтесь, переходите. Вам там ответят на все вопросы, помогут определиться с выбором, и вы точно останетесь довольны. Поэтому успевайте, забирайте свой световой меч, пока они ещё не закончились. Ссылочка будет в описании. С наступающим Новым Годом, и да пребудет с вами Сила! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, там нормально, все спокойно? Все спокойно, ничего нету, но крипово, я не представляю, как ты там передвигался в одну. Да я скрючился там, блин, в три погибели. Да я даже не в плане, опять же, физической возможности, а в плане эмоциональных, ну очень страшно. Да я тебе говорю, блин, там вообще страхово было. Ты слышал, вот мы файлы с тобой пересматривали сейчас днем. Я там, можно сказать, вообще даже ничего не говорил. Я тупо думал о том, как быстро все это закончить, снять побольше и самые выгодные ракурсы выбрать. Потому что, ну блин, если бы мы камеру туда не поставили... Ну вот, то, что мы поставили туда камеру, это дает нам, как бы, возможность туда не спускаться больше. И я, как бы, не хотел бы этого делать. Да и смысл, типа, смысл, туда не пролезть. Да, поэтому, наверное, пойдем все-таки за тачкой. Ты сам видел, то, что она именно туда прошла шторка, очень сильно мотанулась, Темыч. Очень сильно мотанулась. Прошлой ночью это произошло и неспроста. Я думаю, она сейчас там. Нужно осмотреть те участки этого подвала, где ты не был, где ты не смог оказаться. И я думаю, тачка с камерой, с фонарем нам точно поможет. Так что пойдем, наверное. Не будем прятать время. Пойдем, пойдем. Может, как раз ласа сможем обнаружить, который вот выходит на улицу. Кстати, да. Так. Все тут у нас... Все заряжено, все готово. Так, все, я тоже готов. Оттепляйся давай, потому что мы знаем, что нас сейчас надо будет ждать. Так, сейчас я вот это тогда фонарь возьму. Ты тут на машину? А, да. Нет, у меня еще здесь есть с собой. Ага. Ну, пойдем. Все, включу? Да. Погнали. Все, нормально с таким фонарем видно? Нормально, нормально. Так, сейчас. Темно. Сейчас, Димон. Сейчас попробую подключить. А, он такой точечный больше. Все, запустил. Отлично. Камеру не зря заряжали с тобой. Что-то это отцепляю, все. Так, да, а ты взял это? В карман мне сунь. Давайте в карман, Паша. А ты мобилу взял, через что смотреть будешь? Да, конечно, я все равно, несмотря на то, что мы сейчас уходим, из дома ушли, все равно хочу все контролировать, тем более так же подключусь сейчас через это же приложение. Ну, отлично. Так. Так, подключаюсь. Сейчас посмотрю только. Ловит. Ловит? Да. Блин, вот туда нам предстоит сейчас спуститься. Блин, я предвкушаю от все, что угодно. Иди сюда, Тем. Что, есть? Сейчас, секундочку. Подожди. Сейчас кофе застыло. Я очень боюсь того, что оно у нас застынет в самый неподходящий момент. Да холодно, блин, еще. На технику влияет, конечно. Очень сильно влияет. С ночи еще замерзло, сейчас, да, точно. С крыши можно скатиться на раз-два просто. Блин, плохо видно. Посвети, пожалуйста, на камеру. Ага, подключены. Почему он мне не дает ее словить? Не понимаю. Блин, ребят, я очень надеюсь, что нас не подведет оборудование, потому что на улице зима, хотя до этого когда... Я даже боюсь представить, сколько сейчас минусов. Все. Что, есть картинка? Есть, сейчас покажу. Так, сейчас погоди, с фокусю. Ага. Отлично. Так, если ты мне поможешь ее держать. Все, ладно, давай, наверное, тогда на весь экран отобразим картинку. Так, я сейчас тогда этот фонарь вырублю, Диман. Да. И все, помогай мне, держи, потому что двумя руками лучше управляешь, чтобы со всем справиться. Ага. И поперли. Так, что, Диман, проскачет? Да, видишь, сколько здесь много обуви. Отлично. Так, 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 погоди, здесь надо немножко попольше песку. Главное, чтобы наша камера с фонарем удержалась. Тачка и все проехали. Блин, какая же крепота. Эти колонны, ты не видел такие же колонны, когда опускался? Да, вроде бы. Так, ну здесь стена везде. Может быть, в конце есть? Там, по-моему, с той стороны был поток пролаза. Да, я сейчас продерну туда. Давай, давай, родная, не завязывайся. Давай, давай, давай. Все, стена. Уперся. Кирпичные тоже колонны. Назад. Смотри здесь. Направо, если проехать, это то, куда ты не мог пролезть, видишь? Угу. Блин, картинка. Картинка, как назло, пропадает. Все время виснет, ребят. Да, блин, а чего она у тебя не едет-то? Что за сей? Не знаю, погоди, я полный газ даю. Стоит? Да. Стой, это там, где печка, это туда как раз проход. Подожди, не могу ехать. Картинка пропадает. Появилась картинка. Давай, выезжай, выезжай оттуда. Ага. Все, вижу, вижу ее. Вижу, вижу, давай, принимаем. Сейчас там. Не стрелал. Ага, прошло. Ех, ничего себе. Смотри. Смотри, как порвало, реально. Диман, там реально что-то ее держало. Очень хреново все ловило. Я надеюсь, что мы что-то наснимали. Кадры постоянно пропадали. Пойдем, наверное, к компу подключимся и посмотрим вообще все, что наснимали. Но она смогла туда проскочить, куда ты не пролез. Ох, камера-то еще снимает? Да. Да, снимает. Пипец, Диман. Давай я домой, не будем брать. Тут прям отцепим. Да, давай. Сейчас отцеплю. Ну это жесть, мы реально сняли. Мы реально смогли проехать туда. Пипец. Сними. Посвети, не видно. Весь корпус разорвал его. Банку тоже с собой тогда возьми. Да. Все, все, отсыпаю. Все, камеру вырубаю. Все, отлично. Здесь, да? Здесь у нас, да. Получается, где-то там, ты говоришь, видел это отверстие. Да. Там мы заехали, и у нас связь пропала. Не, а ты точно сориентировался, что именно в этом месте, да? Ну ты же говорил, у тебя отверстие. Туда как раз я направо уехал из-под дома. А за что она так, за что она так могла зацепиться, Димон, здесь? Я не знаю, связь пропала чудом, просто она потом появилась. Не, я просто когда сюда спускался, я не видел там никаких крючков, бездей, которые вот на уровне машинки, то есть практически на уровне земли могли быть. Я перед тем, как я развернулся, перед тем, как связь пропала, ничего не видел. Ничего не должно было вообще предшествовать к тому, что она не могла ехать. Слушай, может быть это она? Да нет, она бы... Не думаю, что так... Что-то страховое, это как-то странно. Ну что-то страхово так просто залазить. Может... Слушай, может давай просто камеру опустим, покрутим ее там? Да, давай. Как считаешь? Давай, потому что сейчас... Мало дремный. Блин, ну неужели ты реально думаешь, что это она его зацепила и держала? Чуть ли не игралась с нами, блин. Я тебе говорю, я там ничего больше не видел. Это единственная как бы зацепка или еще что-то. Давай опустим камеру. Так, ладно, посвяти, пожалуйста. Давай, только аккуратнее, сам не спускай руки. Тогда, когда ты спускался, я не думал, что вообще настолько все далеко зайдет. Так. Только аккуратнее. Давай, что-то знаю. Что-то видно. Не знаю. Потом будет видно. Надеюсь, там ее нет. Ладно, давай, конечно, нафиг. Давай, давай. Давай. Пипец. Так, ладно, Диман. Там сейчас никого нет. Ну, видимо, да? Я не знаю. Просто ты меня сейчас очень сильно озадачил. Давай, наверное, посмотрим сейчас камеры. И самое главное, подключимся к камеру, вот эту камеру, которая стояла на тачке. Посмотрим все файлы. Когда пропала связь, мы сможем увидеть. Да, давай так, наверное, сделаем, Диман. Ладно, пойдем за кампом. Пойдем. Если реально она держала это все, то как вообще она отпустила, почему она отпустила и как нам удалось оттуда уехать, непонятно. Так, далеко камера? Так, сейчас, Диман. Сейчас как камеру найдешь, подойди, я объясню вообще ребятам. Ты пока врубай комп, можешь рассказать. Да, ребят, я оставлю. Давай, камера, сейчас тебе картридер там. Да, давай. Короче, ребят, объясним. Когда мы там въехали, для вас, скорее всего, это уже была готовая картинка, которую вы видели. Но он с топом. Постоянно, даже с учетом того, что мы могли где-то терять связь и не видеть, для вас это все виделось. Сейчас мы хотим подключиться, потому что связь терялась, и непонятно, что произошло в момент, когда машинка не могла ехать. Камера все время писала. Единственная сложность была то, что связь пропадала. Сейчас это мы вместе с вами посмотрим. Уже непосредственно так, как мы смотрим это перед тем, как монтируют для вас ролики. Потому что реально произошла очень странная хренотень. Слушай, ну ты пока скидываешь. Я тебе тогда еще одну могу историю рассказать. Ну, если хочешь, конечно, она стремная. Давай, просто уже, в принципе, картинка готова, но давай расскажи. А, уже? Тогда давай, давай смотреть. Уверен. Ну, она такая стременоватая. Она тоже касается вот такой штуки, с которой я встречался. Помню, что мы в деревне каждый год летом ездили с тобой вдвоем. Ну, ладно. В летние каникулы. Я помню, конечно. Вот. И, короче, там был дом один. Мы с пацанами когда гуляли, ну, со сверстниками я когда гулял, с компашкой. И мы шли по улице, просто вот в деревне. И там смотрим бабушку на крыльце, и она нас зовет, рукой подзывает к себе. Мы подходим. Уже дискомфорт внутри, если честно, от этого новый. Мы подходим, короче, и она предлагает нам, ну, квас попить. Типа сама делает, квас. Один из наших пацанов, я, ну, по-моему, Егорка его звали, ну, типа согласился, остальные что-то не хотели, а он попил. Вот. Ну, все, спасибо, там, ты рупыр, ну, представляешь, да, все как обычно. И вот мы уходим. А уже потом, когда я домой вернулся, я своим рассказываю, ну, деду, что мы вот встречали такую-то, на такой-то улице, в таком-то доме. Он говорит, а там уже давно никакая бабушка не живет. Ты что, реально? Да. Что за жуть? А ты уверен, может быть, это просто, ну, мы приезжали или что-то еще? Нет, вряд ли. Ну, короче, видишь, не, может быть, но вот такие вот стремные истории не всегда вспоминаются, видишь, в таких экстренных ситуациях, как у нас с тобой происходит. Знаешь же, много, часто, в детстве много чего происходило, но люди как бы это со временем забывают, а сейчас вся эта обстановка, она мне как-то, блин, напомнила. Так, ладно, давай посмотрим, что-то вообще у нас... Кстати, вот я сейчас, да, перед тем, как мы посмотрим, все равно сейчас, в принципе, тихо. Сейчас, кстати, мы надолго не смотрели по камерам, сейчас. Тёмыч, даже в подвале тихо. Ребят, я хочу вас попросить, тоже напишите свои какие-нибудь мистически страшные истории, которые происходили с вами в вашей жизни. Прямо здесь, в комментариях, будет очень интересно почитать, потому что, видите, Тёмыч вспомнил, и я уверен, что у каждого есть по-любому хотя бы одна, но такая история. Блин, ты, блин, нашел, о чем просить их. Это просто, ребят, понимаете, мы сюда периодически приезжаем, вот, да, уже четвёртая ночь, и мы с Димоном, бывает, читаем комментарии, ну, под роликами, естественно, тут целую ночь сидеть, когда ничего не происходит, там, час, допустим, да, мы читаем. И сейчас вот Димон такое предложил, ты прикинь, если мы сейчас сюда, допустим, приедем, будем читать, вообще страхово будет. Но это очень круто. Они сейчас напишут, блин. Да, но прикинь, как круто, когда мы так ожидаем. Постоянно у нас, ребят, очень многое количество времени тупо в ожидании. Мы ждём, когда что-то произойдёт, это мы смотрим по камерам. Было бы круто так с нашими зрителями изучать истории, которые они присылают, зачитывать здесь, рассказывать от их лица, и каждый из вас будет создавать именно свою историю. Напишите эту прикольную тему. Тём, ладно, давай, наверное, смотреть. Давай. Иди сюда поближе. Здесь, я ещё помню, картинка была. Так, погоди, тут немножко отсвечивает. Давай. Вот. Всё, вижу. Так, это мы заезжаем, да? Да, здесь ещё картинка была отчётливо видна. Сложно было проезжать. Угу. Но мы это делали. Ребят, для вас это уже повторяется. Мы сейчас с Тёмой посмотрим, дойдём до того момента, где у нас пропала связь, и уже вместе с вами это всё просмотрим. Потому что для вас это как бы повторение. Вот здесь, вот здесь, когда мы проехали сквозь эту дырку. Да, смотри, вот ты на ощупь тыкался. Да, да, вот тут она не ехала. Ты слышишь? У момента, когда я не мог ехать. Диман, вот этот момент. Я смог как-то чудом развернуться с потерей связи и уже газануть на нас выехать. Да. Это реально этот момент. Блин, слушай, мне чё-то, если честно, даже страхово стало. Прям очень страхово. Стой, я посмотрю по камерам. Пипец. Стой, подземелье. Ничего. Пипец. Вчера, блин, шаги вот эти надо мной. Сегодня это. Диман, она снова подала голос. Это смех был или плач? Я вообще не понял. Но я сегодня больше не хочу туда спускаться. Я бы вообще, если честно, надеюсь, ты меня поддержишь. Блин, остаток ночи. Я бы посидел в этой комнате, наверное. Давай продолжать смотреть по камерам. Я с тобой сошусь. Хорошо, что мы поставили с тобой эти две камеры ещё. Давай смотреть по камерам и высмотреть дальше. Слушай, что-то очень сильно забраться. Пойду в тачку к нам погреться. Давай. Ты сам-то так. Думаю, я думаю, лучше меня оставлю дома. Давай я здесь пока посижу. Ну, ты терпи имя, чем я. А то ещё можешь. Ты сгореть потом. Нормально, давай по очереди. Давай, я скоро вернусь. Прям буквально это. Получайся, как можно. Хорошо? Да, давайте. Да. Слышится. Так. Слышится. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...